Итак, всем привет, с вами Панков и у нас сегодня семинар по гибрид гарду. Мы начнем с того, как в гибрид гард попадать, прям с начала схватки, с гард пула. А плюсы к гибрид гарду я расскажу чуть дальше, когда мы в него уже придем, чтобы это было наглядно. Итак, первое, с чего мы начинаем, мы будем пулить, и пулить мы будем так, чтобы обязательно тянуться до его ноги. Почему? Потому что гибрид гард, это такой гард, когда я контролирую его штанину и его рукав. То есть я контролирую два уровня, верхний уровень и нижний уровень. Соответственно, мы понимаем, что до рук я доберусь так или иначе, потому что он будет меня ими трогать, он будет ими тянуться, и их будет получить легко. С ногами сложнее, поэтому, когда я пулю, я должен прилетать сразу к его ноге. Сейчас очень важно, чтобы вы падали на бок, потому что если вы будете сейчас падать на спину, вы два-три раза упадете, и у вас немножко силы закончатся, потому что вы отшибете себе дыхло. Классический способ для пула с постановкой ноги в таз нам здесь не очень сильно подходит. Почему? Потому что нога, вставленная в таз, она дает расстояние между моим телом и его телом, и мне тяжело добираться до ноги. Поэтому мы будем делать фактически классический пул, только вместо таза нога будет лететь вот сюда. Из-за того, что нога летит мимо его таза, я буду падать гораздо ближе к его ноге. Я буду падать на бок, я буду закручивать к его ноге и вот этой рукой прихватывать ногу. Очень важно, чтобы второй номер был, как бы, глазами и вниманием здесь, чтобы он не стоял вот так вот. Когда человек падает, пофиг куда. Почему? Потому что из-за того, что я падаю близко к его ноге, я могу прилететь с жопой ему в колено. Если у вас будет там вот такая вот прямая нога расслаблена, вы можете человеку с жопой буквально в смысле снести колено. Да? Поэтому будьте внимательны, вот внимательно смотря, как у вас ноги стоят. Да? Разумеется, мы всегда начинаем с взятия захватов, то есть мы вот так вот не работаем, да? Потому что мы встали на месте прямые и так вот стоим. Это нереалистично. Мы должны готовить себя так, как это будет на соревнованиях, это будут схватки. То есть у нас вот низкая стойка, я у себя в телеграм-канале уже рассказывал, почему нам нужна именно низкая стойка. Я здесь, я беру захваты, и у меня вот эта нога летит мимо, я падаю на бок. Очень важно. Не должно быть такого, что вот так вот кинули ногу и потом начали падать. У меня сразу я упал, видите, я обхватил его ногу. Почему я обхватываю именно вот таким захватом? Потому что он самый быстрый. Я не успею в полете прихватывать вот так вот штанину. Опять же, смотрите, если я упал фронтально и прихватываю штанину, в моменте, пока я формирую захват, ничего не мешает ему просто отставить ногу. Да. Поэтому моя задача, чтобы он это не успел сделать. Я прихватываю ногу вот так, захватываю меня за отворот. Очень важно, вторая нога ни в коем случае не на полу. Она к себе. Он не будет так стоять боком, он будет разворачиваться ко мне фронтально, чтобы проходить гарт. И постепенно мы отсюда придем в гибрид гард. То есть он разведется фронтально. Он будет меня брать за штанину, чтобы проходить гарт. В этот момент я возьму рукав. У меня будет время спокойно вот этот захват превратить в захват за штанину. То есть я получу какой-то контроль, подожду, пока он перестанет рыпаться. Все, я взял штанину. Дальше будет срыв захвата. Вот я оказался в гибрид гарде. Да? Еще раз смотрим. То есть гибра здесь, мы стоим низко. Ручки всегда впереди. Как только я беру захват, у меня нога вылетает не в него, а мимо него. И я падаю на бочину, ребят, еще раз, на бок. Я не падаю и не остаюсь перед ним. Мне не нужна фронтальность. Мне нужно тянуться до ноги. Поэтому я немножко улетаю в бок. Дальше, поскольку он же никто в борьбе, вы не замираетесь. Он будет двигаться. Он не будет с вами бороться вот так, он разведется фронтально. И это все преобразуется в гибрид гард. То есть еще раз. Мы здесь. Я беру захват. И всегда летит задняя нога. Она летит мимо тела. То есть я ее просто кидаю. Бум. Все. Колено к себе. Напоминаю, что у нас всегда в гарде колено к себе. Если вы отведете колено, то мы ее ногой пригрузят. Да. Вы здесь можете проиграть ситуацию. Вот. Колено всегда к себе. Даже если он рукой здесь задавит ногу, но колено к себе ничего страшного, я здесь сорву. Он будет ко мне разворачиваться фронтально. Руку я забираю. Обязательно. Вот я забрал руку. Да. Все. Я забрал штаны. Почему? Если я без контроля руки буду вот здесь ослаблять захват вот на этой зоне, что-то здесь пытаться набирать, у меня захвата еще нет, контроля нет, человек просто берет, выходит просто отсюда. Да. Сильным захватом. Поэтому сначала я обезопасил свой гард. Напоминаю, срыв захватов не в сторону ни в коем случае. Всегда вверх. И нога всегда снаружи. С него так вот бицепс. Пум. Рукой дергаем. Нога к тазу. Он развенет сам ко мне. То есть он не будет стоять боком. Почему он не будет стоять боком? Развените ко мне боком. Ну потому что он не хочет вам оплату. Он не хочет какие-то другие вещи. И здесь абсолютно спокойно я забираю штаны. Все. Я перед ним. Мои ноги обхватывают его таз. Я держу его за рукав. Я держу его за штаны. Все понятно? Работаем по времени. Когда меняться, я скажу. Нас много, поэтому падаем аккуратно. Добавляем несколько моментов. Первое. Когда мы падаем, я хочу максимально выхватить ногу, как на ахилл. Для чего? Чтобы точно лишить его мобильности. Если я буду приходить ладошкой, человек просто в движении, может отставить ногу назад, захват может соскочить. И мы потеряем всю собственно суть гибрид гарда, которая строится на достаточно сильном ограничении его мобильности. То есть, я здесь, я кинул ногу. Вот я обхватил. Колено к себе. Да? Если я буду держать здесь, спокойно, физически подтрубленный человек, да, отставит ногу, она у вас улетит, потеряется. Да, вот я здесь. Дальше. Ни в коем случае колени не узко. Колени к себе. Да? Вот я здесь. Здесь я беру руку, то есть мне даже тянуться не надо. То есть, смотрите, если у меня нога где-то далеко, я не дотягиваюсь. Колено к себе. Я абсолютно спокойно дотягиваюсь до его рукава. Срыв. Вот я здесь. Да? Дальше. Очень важно. Не должно быть вот такой истории, когда вы лежите вот так вот, повернувшись на бок. Вы очень сильно ослабляете вот эту сторону. Да? То есть, это одна из тех, как бы, битв за позицию, которая у нас будет происходить. Он периодически, пока мы не сорвем вот эту руку, он будет нас постоянно отгружать изнутри колена, вот сюда. Наша задача, смотрите, не пытаться колено поднимать, но это тяжело, да? А я буду, вот, дави, дави, дави. Я буду таз доворачивать. Нога от таза, видите, не уходит. Довернул, то есть я лежу на спине, я не даю себя вот так вот раскрыть. Да? Срыв. Вот я здесь. Дальше, разумеется, да, он будет здесь двигаться, но в какой-то момент он все-таки переключится больше на вот эту руку. Да? Когда он будет выкручивать, он в этот момент обычно не отходит. Я набираю захват за штаны. Вот здесь, обратите внимание, на вот этот захват. Аль, можешь туда перейти, пожалуйста? Да? Вот этот захват мы не держим вот таким образом, ребят. Я поворачиваю его большим пальцем вверх. Почему? Вот здесь, если он начинает срывать захват, просто берет меня за рукав и дергает вверх. Видите, вот так вот пальцы вырываются. Я делаю вот такую петельку, чтобы это было сорвать тяжелее. Поскольку на штанах толстая ткань, в принципе, четыре пальца сильная конструкция, травмировать здесь особо ничего не получится. То есть я вот, я повернул, и он когда будет срывать, эта конструкция будет чуть-чуть жестче держаться, чем вот такая. Вот здесь, видите, выкручивается, создавая такую петельку. И опять же, будет очень тяжело отставить ногу назад. Если он будет оставлять ногу назад, мы здесь очень хорошо его держим. Надо понимать, что при таком пуле гибрид-гард фактически одна из двух опций, которые у нас будут. Гибрид-гард у нас будет, если человек решит остаться на ногах. То есть если он не засыт и останется стоять на ногах. Бывает история, что человек от такого резкого пула, тем более из-за того, что мы еще закручиваемся к ноге, человек сыт, и он опускается на колени. Тогда мы просто оказываемся в закрытом гарде. То есть, да, не надо иногда изобретать велосипед. То есть я, пуля, человек прыгает на колени здесь. Все. То есть мы берем закрытый гард. Мы не пытаемся здесь держать штанину, особенно если он ставит ногу на колено. Да, то есть, ну, здесь надо держать, захватывать штанину. Все. Мы попали в закрытый гард. Работаем мы с закрытого гарда по правилам закрытого гарда. Но, но. Человеку часто, чтобы проходить закрытый гард, нужно вставать. Человек, начиная вставать, всегда ноги будут в доступе. Ну, потому что если он отставит ноги куда-то в километр, он в треугольник зайдет или в рычаг. Все понимают, что такая странная история. Да, даже если он одну ногу оставит. Окей. Я снова в гибрид гарде. Напоминаю, у него всегда, всегда одна рука будет на вашей ноге. Здесь очень важно. Вот смотрите, сейчас мой таз достаточно далеко от геры. И сейчас ему свободной рукой будет достаточно комфортно отгружать мою ногу. Да. Поэтому колено к себе. Я буду постоянно доворачиваться. И всегда в гарде я сначала подвожу свой таз, потом начинаю бороться. Огромную ошибку люди делают. Я об этом, кстати, рассказал. У меня на фриксах есть семинар, генерал-семинар про дистанцию проходов гарда. Я как раз рассказывал о том, что вот здесь гард мой растянут. Мой таз далеко от его ног. И несмотря на то, что я вроде бы ногами его касаюсь, мои ноги ослаблены. Потому что они растянуты. Но как только я свой таз подвожу гораздо ближе к его ногам, мои ноги станут сильнее и гораздо тяжелее убирать. Поэтому за этим нужно следить. То есть мы взяли гибрид гард. Если у нас вот такая ситуация, у нас есть два захвата, у нас есть ноги. Пум. Вот. Я должен быть в гибрид гарде около его ног. Должен быть здесь. Здесь. Ему максимально неудобно двигаться. Да? И плюс, когда мы здесь, удобно меня заваливать вот сюда. Когда я максимально близко к нему здесь, это делать гораздо-гораздо тяжелее. Плюс я получаю доступ ко второй ноге для других сипов. Итак, что мы сейчас делаем? Сейчас мы делаем все то же самое. Мы пулем в гибрид гард. Но. Сейчас у нас верхний нам дает реакцию. Иногда он прыгает на колени. То есть, ну, то есть, это часто очень случается. Да? Закрываем закрытый гард. Закрыли закрытый гард. Он начинает вставать, проходить. Раскрыли, взяли гибрид. То есть, да? Он один фиг будет вставать в закрытый гард. Ну, все, кто борется на соревнованиях, все это понимают. Ему надо будет вставать. Он встает. Забираем гибрид гард. Если он не садится, забираем гибрид гард сразу. Следим за положением своего таза. Да? За положением, как у нас находятся ноги. Как мы забираем захваты. Все понятно? Поехали. Итак. Сейчас, собственно, поговорим о самой идее гибрид гарда и почему он классный. Главный в нем минус это буква R в слове гибрид. Потому что с мягкой R у меня проблемы. Иди сюда. Итак, собственно, в чем прелесть гибрид гарда? Прелесть она в том, что вот у меня есть две ноги, да, и чтобы пройти в мягах, нужно убирать ноги. Убирать ногу вот этой рукой, которая свободна, вот эту ногу, ногу, немножко бесполезно. Потому что он шагнуть не может. Ну, он ее опустил вниз. Я протянул колено к себе. Давить вперед, если он давит. Ну, да, ногой, то есть ногой, ногой. Ну, да, это как бы странная идея, потому что я без проблем вставляю сюда ногу. То есть, да, поскольку он не может отшагнуть ногой, то есть, как мы обычно делаем, мы давим в ногу, делаем шаг назад, там, где давим, начинаем проходить, да. То есть, вот так выглядит обычный проход. Куда собрался, иди сюда. Поскольку у нас очень сильный захват за штаны и мобильность ограничено. Убирать вот эту ногу, в принципе, бесполезно. То есть, да, вы можете на нее давить, вы можете ее толкать, но это как бы вам, да, ничего не дает. А убирать вот эту ногу проблематично из-за захвата за рукав. Да, причем из-за того, что вы не можете, да, порвать нормальную мобильность, да, то есть, если, окей, вы ее вырвали, захват сорвали, вот у меня нож к себе, вы идете проходить сюда, да, то есть, в один момент, да, проходи, 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 в один момент, вам все равно придется меня взять, да, то есть, засунете сюда, ничего страшного, да, вот у меня, у вас мобильность ограничена, я буду вытаскивать, забирать, да, опять же, вот у меня контроль. То есть, фактически, я достаточно хорошо защищен. Я его контролирую, он не может отойти, и, что самое главное, для меня это не требует вообще никакой растяжки. Ну, то есть, мне не нужно там, как в Дилавире, заправлять крючок, потому что для многих, кто приходит, крючок его базально физически тяжело заправить. Если больные колени, да, на коленах в Дилавире есть очень большая нагрузка, то вообще тяжело, да, то есть, вот, прямо лежу, за штаны держу, как бы, да, вот, что у нас абсолютно деревянный человек есть, вот, ему это абсолютно в подсилу, да, то есть, мы взяли, взяли, да. Соответственно, мы понимаем, что сторона, где мы держим за штаны, она у нас вообще очень надежна, да, и захват за штаны для нас является ключевым. Он, если он не совсем идиот, он понимает, что ему нужно не руку выдирать, да, а в том числе снимать захват за штаны, потому что пока он не сорвет захват, да, у него не будет нормального прохода. И мы должны приучить себя защищать нашу позицию. Защищать нашу позицию может только одной вещью, атакуя, да, то есть, если я лежу, держу позицию и не атакую, я, как бы, ну, могу очень крепко держать, но защита позиции в этом нет никакой, он будет постепенно-постепенно ее разрушать, да. Я начинаю человека атаковать. Видите, он убрал руку с моей руки, которую я держу за штаны, да, почему? Потому что ему теперь нужно защищать свою позицию. Давай еще подвинем, чтобы там, ребята, не влететь. Да, то есть, еще раз. Я здесь, я близко. У меня есть захват за рукав. Очень важно, ребят, да, касательно этого захвата. Он не должен у вас быть у живота. Почему? Если он у вас у живота, у пояса, он просто на рывке берет за штаны, да, и начинает эту ногу вам отгружать. Всегда мы захват тянем к своему плечу. Я могу это делать здесь. Опять же, меня тянет не бицепс, меня тянет мышцы спины, да. Могу таким способом, могу вот таким, да, когда у меня кулак вкручен в его руку, локоть прижат, да, то есть. Это тоже сильный способ повыдергивать захват, да, то есть, вот, я не отдаю ему руку, да, либо вот такой способ. Кому какой удобнее, я люблю вот такой, мне просто удобнее, да. То есть, здесь я постоянно держу захват. Опять же, если он выкручивает руку, я своей рукой преследую постоянно, то есть, идет активная работа, да, я не даю выкрутить. Я держу за штаны. Если он полез рукой к своим штанам, я начинаю его атаковать. Как я атакую? Смотрите внимательно. Я беру свою ногу, я не ставлю вот здесь сразу. Брать внимание, да, место ограничено, особенно если у меня таз близко. И меня, чтобы поставить сюда ногу, мне приходится то колено раскрыть, то еще, то таз приподнять. Да, поэтому сначала, что я делаю, я тяну колено к себе, видите, вот, я не касаюсь его. А дальше, я начинаю стрелять по его ногам. Да, то есть, очень важно, я не пытаюсь его вот так вот перетолкать, поднимая таз. У меня таз лежит, Гера уже подворачивает ноги, потому что он знает, что будет. Давай сейчас пока без этого, это следующая реакция. И я держу руку, он там тянется к этой. Бум. Я начинаю толкать по ногам. Вот здесь еще очень важно. Обратите внимание, что я делаю. Я поднимаю свой корпус. Золотое правило у вас должно быть, что у вас, сейчас погоди, на воздухе покажу, не меняется расстояние между вашим корпусом и коленом. Нельзя делать вот так. Здесь вы фактически отрубили свою ногу. Если он ее поймает и отключит, все, вы лежите растянуты, у вас полгода сдохла. Когда я эту ногу толкаю, я поднимаю корпус. Мне не нужно ничего. То есть, я толкнул, поднял. Да, то есть, вот, я толкаю, за счет этого мой корпус поднимается. Да. Когда я это делаю, поверьте, он будет не до того, чтобы держать вас за рукав. Да. То есть, еще раз, я здесь. Он начинает что-то делать. Внимательно слежу за тазом. Да. Сейчас, не посмотри, стоп. Вот, сейчас немножко пиздюля геря. Он знает, что я сейчас буду пинать. Он специально подставляет ногу, чтобы я не пнул. Здесь будет другой свип. Ты сейчас начинаешь играть с реакцией. Погоди, дай объяснить людям. Сначала мы даем попинать по ногам. Это будет дальше. Да, то есть, он стоит. Да. Здесь мы держим, не даем. Он лезет к этой, зарядили. Пум. Сделали вот это. Поверьте, он отпустит обязательно. Сразу же. Подтянули к себе, легли, заехали. То есть, это еще не заход на свип. Да. То есть, мы учимся для себя правильно реагировать. Полез человек к нам, мы поехали его распинуть. То есть, пум. Я здесь. Обратите внимание, ручка здесь. Да. Дальше что я делаю? Я ложусь, колени к себе. Понятно? То есть, я не допускаю момента, чтобы у меня колени от корпуса ушли. Я в движении защитился, ложусь, колени к себе. Я снова в позиции. Да. То есть, неправильно научиться сразу слиповать. У вас соперник, вот вы взяли гахт, да. У вас соперник будет его разбирать. Да. И ваша задача переждать вот этот эпизод, когда он пытается ваш гахт разрушить, защититься. И после этого вы будете уже атаковать, да. Поэтому сейчас пулем гахт. Он начинает то одну ручку выдергивать, то пытается захватить, сорвать со штанины. Когда срывают со штанины, мы толкаем в его вновь, корпус поднимаем и обратно забираем гибрид гахт. То есть, мы никуда сейчас не свипуем, никуда не торопимся. Все понятно? Поехали. Поскольку материал у нас сегодня ебаный вагон, да. В планку встал. Отлично. Так вот, мы сейчас будем разбирать сразу две вариации одного и того же свипа после чуть-чуть разной реакции соперника. Да? Иди сюда. Сюда поворачивай, чтобы в камеру. Итак. Аня, все правильно стоишь, да? Все, я в гибрид гарде, да? И мы начинаем с первого свипа. Он же наш способ защиты, он же наш способ получить от него реакцию. Да? Это толкай в ногу. Ручка притянута. У вас очень многих ошибка. То есть, вы начинаете толкать, и вы вот так вот руку ему отдаете, чтобы он вот этой же рукой вам ногу сбил. Да? Это неправильно. Да, вы здесь огребете. То есть, когда я толкаю, я руку тяну к себе. То есть, я здесь. Пум. Видите, вот. Давай еще раз. Очень важно поднимать корпус. Почему? Потому что нормальный человек, он вообще хочет балансировать, да? Можно, наверное, даже Даню возьму. Он вот гибкий, молодой. У него с балансом все в порядке. Смотрите. Сейчас твоя задача просто балансировать, не падать. Если я лежу на спине, я толкаю, его тяну, балансируй. Просто балансируй. Ну, ничего не происходит. Видите, ну, он как бы, он держит баланс. Да, я его натянул. Ну, то есть, он не хочет вступать сам. То есть, это у вас в отработке такое, что вы берете, толкнули, у вас человек прыгнул сам, как бы на баллы улетел, укатился там, да? То есть, потом вы приходите бороться с мотивированными людьми, они перестают падать. Поэтому, очень важно поднимать корпус. Я здесь, я здесь. Притянул ножку к себе. Ручка здесь. Я не толкаю. У меня выстрел. Бум. И вот смотрите, что происходит дальше. Я ложусь, и я еще сильнее его растягиваю. Видите, то есть, он прям натянут до предела. И теперь вот этой ногой я могу взять крючок, могу просто толкать вбок. Он натянутый, я толкаю, толкаю, толкаю его вбок. Как бы он не хотел упереться, я его уронил. Обратите внимание. Я не бросил захват и не начал вставать. По одной простой причине. Я сейчас буду вставать, твоя задача тоже встать. Да, то есть, у вас человек тоже, тоже будет вставать, и возможно, он на вас встанет и вас завалит. Да, поэтому мы ни в коем случае не теряем контроль. Мы были здесь. Пум. Растянул. Либо крючок. Я крючки не люблю, мне достаточно вот просто ногой вбок. Я его уронил. Обратите внимание. Он даже здесь может стоять. Он может даже здесь пытаться вытянуть локоть. Поэтому вот я ногой дотягиваю, доталкиваю. Я его растянул. Я держу штанину, держу рукав, чтобы он не мог встать. Дальше. Вот эта нога у меня ложится на его таз. Смотрите, вот. Такой здесь бугорочек. Я цепляюсь пяточкой за его основание. Я отпускаю штаны, и за счет этой пятки я въезжаю на него. Руку я не отпускаю, потому что как только я отпущу руку, он встанет на этот локоть. Да. То есть, я здесь отпускаю. Пум! На него. Обратите внимание, колени сжаты. Таз назад. Еще разочек. Пум! Я здесь. Выстрел. Растяжка. Да, могу с этим крюком. Тяну, тяну. Положил. Да, я могу вставать и вот сюда. Но мне больше нравится сразу в маунт. У меня ребята так делали уже, ученики. И на соревнованиях получалось хорошо. То есть, вот я здесь. Ножка зацепилась за таз. Ручку тяну. То есть, видите? Позиция на тебя, но пытаюсь повставать. Вот, ему тяжело. Я вытягиваю. Зацепился. Вот этой ногой зацеп. Я ни в коем случае не раскрываю колени широко. И я на него. Пум! И колени сжимаются. Если у меня ноги больше широко, можно ставить ноги между моих ног. Да, я поду в гард. Полен колени сжимаю. Таз назад. Все. Вот я здесь. Да, буду фиксировать в маунт. И второй свип с немножко другой реакцией происходит, когда я его растянул. Тоже часто бывает. Люди, чтобы не упасть, они становятся на колено. То есть, я был здесь. Я толкаю. И он опускается на колено. Все. Не хочет падать. Да, он опустит таз. То есть, таз опусти. Вот. То есть, он хочет усидеть. Он понимает, что если он будет стоять, я его буду растягивать. Здесь он падать не хочет. Все то же самое, но теперь, чтобы точно поднять, то есть, балансируй, сиди жестко, точно заправляем крючок. То есть, просто крюк. Очень важно. Видите, я за ним сижу. Я ложусь, но не на спину. Я ложусь на бок. Ногой. Видите, у меня нога, она вот так вот не упала никуда. Потому что, если я отпущу ногу, он начнет вставать. Да. Я вытягиваю его. То есть, видите, вот я растягиваю. Контроль. Зацеп. Таз назад. Обратите внимание. Я не сижу на нем. Я сжал. Таз назад. Еще разочек. Мы здесь. Часто реакция. То есть, когда я человек толкаю, он садится на колено прямо в движении. Вот. Он балансирует. Мы здесь сидим. Да. Крючок. Если в первом варианте мы ложились на спину, дотягивали, то сейчас, вот видите, я сижу, у меня корпус по 90 градусов. Ручку тяну, я ложусь на бок. Если он еще здесь жестко держит, я его дотягиваю, дотягиваю, дотягиваю. Вот. Видите, растяну. Зацеп. На него. Сейчас сделаем два этих свипа. Да. Очень большая просьба для верхних. Не надо падать самим. Да. То есть, вы не сопротивляетесь, но вы делаете адекватный баланс. Если он все сделает правильно, вы абсолютно комфортно упадете. Да. Если он как бы не тянет, то вы не падаете, да. И для него это нормальная обратная связь, что типа я что-то не дотягиваю. Все, поехали. Собираемся. Так, тишину ловим. Мне сейчас для демонстрации потребовался кто-то вот сильный, тупой, у нас идеальный кандидат. Да. И это связано будет с одной реакцией соперника на тот момент, когда он сидится на колено. Да. Особенно если у человека сильные руки. То есть вот я здесь, я в гибрид-гарде, я толкаю, поднимаюсь, он опускается на колено, жопу ниже опусти. И вот здесь бывает такое, что человек, вот он здоровый, он поджался, и он может себе позволить дернуть резкую руку на себя. Да, то есть вытягивать захват обратно. Верни мне пока. То есть это могут не все, то есть это реально. То есть я, допустим, если меня так растянуть, я себя знаю, у меня почти слабые руки, я даже поэтому не делаю болевые, я душу всегда, потому что я не сделаю, я армбарю кимурами, у меня сил не хватит. Да? Но такие люди встречаются. То есть он сел, особенно если у него там база какой-то борьбы в стойке, то есть у него с балансом все нормально, он выдергает руку на себя, мы встаем на него. Это часто встречающаяся реакция. То есть человек сидит, он дергает руку к себе, давай еще разок, вставай, вставай, вставай. То есть мы здесь, мы толкаем, он садится, у него база низкая, то есть не заваляйся, смотрите, корпус ровно на меня развени, да, чтобы если ты будешь завалиться вбок, мне будет легче войны. То есть я сижу, он все осел, низко сидит, я держу руку, здесь вот эта вот бицуха гигантская, да, и у нас тут уже чувствуется, что у меня тут натяжен захват до предела, да, и он хочет его выгонить, хочет сбить ногу. И вот здесь важно, что мы делаем? Смотрите, медленно тяни руку к себе, он тянет руку к себе, видите, я своим кулаком сопровождаю, и я встаю не на него, вы заметите, сейчас он мне встать вот сюда, из-за вот этой ноги, видите, тяжело, я встаю вот сюда, видите, по диагонали, по сути, он что делает, чтобы ловить руку, он же не так вот делает, да, не просто тягу, он делает тягу корпусом, то есть он, бум, и в этот момент, сопровождая его движение, я сажаю на жопу, встаю. Эту реакцию важно ловить, потому что люди часто так делают. Особенно кто выходцы из каких-то борьбы, кто с балансом у них все хорошо, он сел, он балансирует, он максимально низко осел, да, начинаю вытягивать руки. Сейчас делаем только этот вариант, то есть мы здесь, да, вот, если еще раз тянется к этой ноге, пум, он опускается на колено, он низко, еще раз важно, если он наклонит корпус сразу сюда, то мне легче будет вытягивать, поэтому вот, он забалансировался, он низко осел, он фронтально, то есть он же что хочет сделать, он хочет сделать все наоборот. То есть я его хочу положить сюда, если он наклонится сюда, мне будет легче. Соответственно, он сидит ровно, да, может даже немножко в другую сторону начали грузиться, да, чтобы я видеть, я же сюда пытаюсь, начинаю тянуть руку, в него, могу дальше сразу же в не слайд заходить. Да, то есть я заблокировал руку, в андерхук, прохожу дальше. Не надо ни в коем случае вот так вот прыгать, чтобы вам андерхук самим заправили, да, то есть мы зашли, начинаем проходить. Встаем не прямо, встаем по диагонали, в другую сторону. Понятно? Поехали. Разумеется, наш соперник, когда он знает, что я буду его пиздить по ногам, он не очень хочет, чтобы это происходило. Да, и первое, из нескольких реакций, которые происходят, это будет подставить ногу поближе, да, чтобы я и физически не мог пнуть. Давай обратно. Вот здесь очень важно, вы должны четко понимать, что происходит в каждый момент позиции. смотрите, сейчас я не могу дотянуться до его ноги, но, когда он начинает защищаться от этого, он подставляет ногу ближе, за счет чего я могу прихватить его за вторую ногу. Вот здесь очень важно понять, да, и всегда помнить о том, что наш таз, наш фундамент, у нас не должно быть вот такого поднятого таза, это не работает. Таз на земле. Я его беру за ногу, не беру штанину, потому что это движение в моменте я прихватил, я выпрямляю свои ноги, и очень важно, я прямые ноги опускаю в пол, я не поднимаю таз, то есть у меня вот прямые ноги, я опускаю на пол. Все самое интересное начинается здесь, смотрите, если я здесь не разведу колени в сторону, он сожмет мои ноги, дальше просто поднимет мои пятки вверх, и встанет спокойно сам. Да, поэтому, когда я делаю вот этот детский свип, давай ножку сразу сюда, я здесь прихватил, то есть у меня одна нога за штанину, вторая здесь, прямые ноги, очень важно, ребят, почему вы не можете часто сделать, потому что у вас ноги не прямые, у вас, видите, вот стопы расслаблены, ноги согнуты, вы пытаетесь такими ногами толкнуть, пальцы на себя, ноги прямые, прямые ноги опускаю, и в конце, обратите внимание, я стопы колени развел в стороны, да, то есть сжимаем мои ноги, видите, ему тяжело, он не может их сразу же, если они расслаблены, сразу же вовнутрь, поэтому вот, я развел стороны, я беру за отворот, и дальше очень важно, видите, у меня рука на полу, на ладони, я не встаю прямо, я встаю тазом в него, доворачиваясь боком, я делаю это вот так, здесь может быть несколько вариантов, особенно кто любит Клостгар, да, вот на здании хорошо делают рычаги, если он в меня здесь упирается рукой, да, то есть бывают люди, которые я начинаю вставить, упираются рукой, да, я прямо отсюда иду на рычаг, да, иногда бывает, что он начинает на меня вставать, здесь, да, вставай, 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 вставай на меня, да, я могу отсюда закручиваться в закрытый гахт, да, опять же отсюда искать рычаги, искать отсюда свиф, да, то есть это достаточно комбинируемая история, вообще по-хорошему вы должны учиться тому, что борьба не строится на двухходовых схемах, типа вот я его взял, толкнул, сел, забрал баллы, да, чем выше вашу, тем длиннее будет цепочка, еще раз, мы работаем с его реакциями, вставай, сейчас пока колени узко не своди, потому что это третья реакция, да, то есть сейчас очень важно, не надо сейчас сводить колени узко, это третья реакция, мы ее тоже будем обрабатывать, сейчас он просто подставляет ногу, то есть погоди, 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 вот мы здесь, он понимает, что я собираюсь толкать, сразу же, видите, я отпустил, прихватил, ноги прямые, вот это очень важно, не расслабленные ноги, вот она прямая, стопа на себя, таз на земле, опустил, вот у меня рука здесь, видите, у меня таз приподнят, я могу приходить за отворот, вот сейчас здесь упирается, я влетаю тазом, да, вот видите, я здесь, кто умеет делать, отсюда потом могут треугольники накидывать, но я треугольники делать не умею, да, то есть в идеале, смотрите, вот вставай, я его перетолкаю, 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 да, я здесь стану, обрадите внимание, как я стою, я не убираю ногу под него, да, погоди ты, вот так вот я не делаю, первое, это вам опасно, особенно для людей, кто вот старшего возраста, опять же, backing, это опасно, если он дальше свою массу сюда поедет, у него колено прорвется, поэтому, когда я встаю, нога прямая, то есть, видите, я был здесь, я встаю, ножка прямая, видите, я повернул, под абсолютно нормальным углом согнул. Да? Давай еще разочку. То есть мы здесь, да? И у нас вообще на фоне этого будет строиться игра. Смотрите какая игра. Я здесь, я собираюсь пинать, он подставляет. Я начинаю охотиться за ногой, он вставляет назад, да? Забираем руку снова. То есть мы постоянно, постоянно зацикливаемся на этом моменте. Если мы до ноги добрались, ноги прямые, прямые ноги опускаю, колени развести, вот здесь еще важно, в стопы колени развести, ноги прямые. Беру за отворот, не корпусом встаю, да? Он может меня сюда опираться, сюда я тазом и чуть боком, видите? Могу на рычаг, если он сильный, да, то есть он на меня все равно встает. Я в этот момент могу уходить под него, в закрытый гарт, у меня таз до рун, то есть если бы я вставал прямо... Давай еще раз. Смотрите, дай ножку. Если бы я... Падай, 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 падай. Если бы я вставал прямо, вот так, он встает на меня, я оказываюсь под ним. Видите, мне тяжело. Обратно сядь. Но когда я встаю вот так, он встает на меня. Видите, насколько у меня хорошо? Получается влетать и на флавер свип, если я делаю рычаги на рычаг. Кто умеет, я могу вытаскивать нижнюю ногу и заходить на треугольник. Суть в том, что я охочусь за его второй ногой. Да? Я взял захват, собираюсь пинать. Он подставляет ногу, чтобы я не мог поставить. Беру движение, вот, прямыми ногами. Пум, и колени развел. Встаю тазом и либо забираю, либо, если меня переталкивают, просто захожу в кроссгард в очень доброй конфигурации. Все понятно? Поехали. Третья опция, да, постановки ног, это когда он сводит колени узко. Да, то есть, он уже совсем прошаренный, да. То есть, он понимает, что отставлять ногу далеко, бывают же здесь некоторые люди, отставлять ногу подальше, типа, опасно, я буду растягивать. Подставлять ее просто близко ко мне, ближе, брат, оставь ногу, опасно, да, я за него возьмусь. Люди выбирают третий вариант, они сводят, да, то есть, они выводят колени вперед. То есть, что это дает ему? Я не могу не расталкивать, да поставь нормальный колени, прям вес, не, не, нормально поставь, просто вес отдай. Да, то есть, я не расталкивать не могу, я не могу, как бы, взять, потому что я здесь беру, держусь жестко, то есть, ну, вот ничего не происходит. То есть, это сильная позиция, но она тоже обходится. Смотрите внимательно, что я делаю. То есть, еще раз обратно. То есть, мы зашли в позицию, да, он просто так колени не выставит. То есть, если я просто здесь держу, он не реагирует тоже. Я начинаю заряжать ногу, то есть, вот, начинается реакция, нога заряжается, бам, прилетело колено. Вот здесь, что я делаю? Я выпрямляю ноги, и очень важно, у меня ноги идут, вот как по кругу, как по тарелке, вот они прямые ноги. И вот очень ваша частая ошибка, что вы здесь пытаетесь согнуть ноги, зацепить и дожать колени. Это неправильно. Я здесь, вот у меня прямые ноги, я срубаю его прямыми ногами, и в крайней точке я их крещу. Именно в крайней точке. Обратите внимание, ноги ни в коем случае не выпрямлены. Ноги максимально согнуты. Да? Дальше. Смотрим на эту руку. Я отпускаю его в эту штанину и ухожу в бок, прихватывая за дальнюю штанину. Да, он здесь будет балансировать, он тоже падать не хочет. И дальше все очень просто. Я толкаю от себя. Да? То есть, он гарантированно упадет, потому что он не может ни ноги разводить, ни вытаскивать. Дальше все то же самое. Контроль руки. Я не раскрываю ноги, когда встаю. То есть, я прихватываю, и я встаю с сжатыми коленями. И только после того, как я встал, я буду их раскрывать, проходить гахт. Да? То есть, я в гибрид гарде. Я начинаю ставить. Он выводит. Пум! То есть, это сейчас быстро было, медленно это выглядит вот так. Он поставил. Колени поставь. Прямые ноги, стопы на себя. Идут, 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 идут. Срубают именно жесткая задняя поверхность бедра. То есть, смотрите, если она будет мягкая, она не срубит. Срубают в крайней точке. Они крестятся, сгибаются, колени плотно сжаты. У меня здесь ничего не люфтит. Отпускаю. Ухожу вот сюда, до дальней штанины. Все. Дальше очень просто толкаю от себя. Не надо никуда вывешивать. Просто от себя, от себя. Как бы он здесь не балансировал, я его посажу. Да? Потому что я держу дальнюю ногу. Ему отшагивать вообще некуда. Ноги сжаты. Я ни в коем случае не раскрываю ноги. Почему? Нет, ты просто меня повалишь обратно. Ты просто прям ногами, вот все, как в бутыкфля. Просто меня встаешь. Да. Контролирую мои ноги. Да. Поэтому сжаты. Прихватился за пояс. Я не люблю хвататься за отворот, потому что там Дэхук можно прыгать. То есть я люблю пониже взять. Сжал. Видите, сжаты ноги. Только после этого я открываю и начинаю проходить. Да? Очень важно. Давайте на воздухе покажу. Где у меня камера? То есть вот у меня ноги. Прямые ноги пошли, пошли, пошли. Срубают. В крайней точке они сжались. Да? Это очень важно. Не должно быть вот стопы расслабленные. Вот на расслабленной стопе все у вас нога мягкая. Вот вы даже почувствуйте, как только вы натянули стопу, у вас нога включилась и они становятся жесткими. Все. Поехали. Третью опцию делаем. Гибрид гард. Еще раз. Таз я свой хочу подъехать. Тазом хочу подъехать максимально близко к нему. Для чего? Если он потому что не успел подвинуться, я сразу же прихватил вторую ногу и пошел, да, на вторую опцию. Пошел его сажать. Возможно, он здесь берет, да, будет меня хватать за эту руку. Потому что, смотрите, одна рука держит за штаны, вторая за ногу. Он меня прихватывает, я прихватываю за рука сразу же. То есть у нас нет такого, что он что-то делает, я лежу смотрю. То есть он будет отставлять ногу в этот момент, да. Вот я здесь, вот он сел на колено, да. На бочок. Сюда. Вставай. Вставай. Либо, да, я хочу, он сводит колени вместе. Пум. Еще раз. Вот. Дальше, ребят. У вас многих проблем, что у вас, видите, ноги не сонят до конца. У вас чуть вот так вот гуляют ноги, из-за этого меньше давления. Я взял, и я взял штанину, и я толкаю от себя. У меня точка толкания – это колени. То есть я не делаю вот так. Так я его не уроню. То есть вот у меня колени, вот я сделал сильное движение. Все очень плотно сжато. Да, то есть у вас многих вот так вот гуляет нога, вам толкать нечем. Я сделал вот так. Жесткие колени хорошо толкают. Да. Гибрид гарт – это очень… Так, тишину им. Гибрид гарт – это очень активная позиция, да. То есть нет такого, что я взял, я здесь чего-то жду. Да. Я постоянно охочусь за его второй ногой. То есть почему? Захват за вторую ногу для меня – автоматическая победа. Потому что здесь единственное… Как он может этому противостоять? Нормально. Он может плюхнуться на колени. Да. И попасть в закрытый гарт. Что для меня тактически тоже является достаточно хорошей историей. Да. Особенно если… Встань, пожалуйста. То есть я здесь. Я прихватываю за ногу. Я чувствую, что он будет падать. Падай. Да. В момент опускания ты, кстати, так вот влетел, как раз на рычаг. От колянной СБ на рычаг влетел. То есть как раз опускался в клос, ручку оставил. Да. Это будет рычаг. То есть, разумеется, для этого вы должны немножко иметь какую-то базовую. Для работы в закрытом гарде. Гибрид и клос, они неразрывно связаны. Почему? Потому что снять захват со штанины, ну очень тяжело. Если вы его защищаете. И самым частым способом он будет опуститься на колени. Потому что он опускается на колени. Прямо до конца на колени, да? Соответственно, видите, у меня захват уходит под ногу. Да. Мне нет смысла его держать. Я его отпускаю. Все. Мы в закрытом гарде. В закрытом гарде он снова будет вставать. Как только. Вот он ставит ногу. Вот я взял захват за штаны. Да. Он встает. Я, допустим, не люблю висеть на людях. Я лучше гахт открою. Поработаю отсюда активно. Особенно. Сядь, пожалуйста, обратно. Вот когда люди встают, очень многие встают. Вставай. Я открываю гахт. Вставай, вставай, вставай. Да. Опять же отсюда. Вот. Еще раз, ребят. Я не сгибаю ноги. Вот они у меня. Да? Я могу. Дальше переходить на треугольник, на рычаг. Если я там работаю. То есть у меня получается защищенная позиция с ограниченной его мобильностью, которая классно миксуется с закрытым гардом, который еще более ограниченная мобильность для него. Да? И у меня есть простые атаки, которые не требуют супер-растяжки, не требуют сверхфизической силы, не требуют какой-то супер-координации. То есть потянул, толкнул, потянул, толкнул. Ну, то есть не толкай. Максимально простая работа, которая доступна каждому. Вот в этом, собственно, и вся прелесть гибрид-гарда. Что это классный сетап. Даже если вы белый пояс, и вы научились это играть, вы с этим можете идти дальше бороться. Да? У вас человек не бегает от вас в километре. Да? Что самое тяжелое. Когда вы не взяли захват, у вас человек бегает, вы такие... Куда хватать, да? Вы можете его понятно свиповать. То есть вам не нужно сто условий. Да? Заправил круг туда, передал захват туда. Потянул, толкнул, упал. Все. Вот максимально просто, да? Легко освоить. И классно комбинируется с другими такими новичковыми вещами, как, опять же, многим новичкам часто закрытый гар дают. Класс с этим работает. Вот. Теперь давайте мы поотвечаем на ваши вопросы. Как мы вопросы задаем? Вы выходите сюда, показываете своим партнерам свой вопрос, и я вам на него отвечаю. Понятно? Собственно, у кого есть вопросы? Не раз стесняться, да? То есть давайте, у кого есть вопросы, по позициям возможно. Так, руку поднимите, у кого есть. Так, вы что, издеваетесь? Вопросов не будет, что ли? Так, все. Точно ни у кого вопросов нет? Показывай, выходи. Давайте. Давайте. На один вопрос мы набрали сегодня. То есть я вот так беру и свожу вот ноги. Согни сильнее. Стой. Первый у тебя уже ноги не досокнуты. Согни ноги. Вот. Взял. Беру дальнюю ногу. Да. И теперь толкай ногами. Нет, нет, нет. Зачем ты таз поднимаешь? Твое значение толкать ногами. Твой партнер говорит, что ты не ногами толкаешь, а ты двигаешься всем чем угодно. Вот. То есть очень важно то, чем вы прикладываете силу. То есть вот так вот поднимать таз, это не толкание, а просто поднимать таз. То есть вот у меня толчок. Ногами происходит. То есть да, очень важно, мы таз не подкидываем, невозможно сделать свип, когда у вас таз в воздухе. Для того, чтобы сделать свип, у вас должен быть таз на земле, потому что это фундамент вашей позиции. Да? Поэтому, как только вы подняли таз, вы ослабили свой свип. Мы таз поднимаем, когда мы уже свип сделали. То есть когда человек в полете, мы его преследуем. Тогда мы подняли таз. Но в момент совершения свипа, в момент, когда мне нужно приложить максимальное усилие, мой срандель должен лежать на земле. Потому что иначе откуда я буду брать силу? У себя сила из жопы. Так и запишем в семинаре. Сила в жопе, да. Соответственно, что мы сейчас делаем? Сейчас тогда работаем по заданию. Стартовая позиция. Гибрид гард сразу же взяли. Задача человека свипануть, либо взять закрытый гард. То есть если верхний попал в закрытый гард, он проиграл. Да? То есть задача верхнего сейчас не дать себя свипануть. То есть гард приходить не надо. Да? Просто не даем себя свипануть. Следим за тем, чтобы мы в закрытый гард не опустились. Да? Все, поехали.